Привет, ребята, с вами Ультрас Тазурлайн, и сегодняшним этим видео является обзор патча от 24 марта для англоязычных серверов. До 7 апреля пройдет большой, крупный, замечательный ивент, который называется Virtual Tower. Насчет его крупности и замечательности есть маленькие вопросы. Говорят, что что-то может быть в этот раз не так, из-за того, что в Китае сейчас объявлен траур, и, возможно, он будет там что-то с картами, короче, меньше, пока точно неизвестно, в почтновете об этом не написали. Я слышал, что там будет 4 локации вместо 6 обычных подобных ивентов, я это не знаю. Но, тем не менее, с ивентом определенно странности есть. Рассмотрим дальше. Конечно, что тут будет ивентовый магазин, в котором можно будет купить золотой сминс, Помпео Магно, вот также различные награды, И еще у нас будет эспо-локация, которая может зайти один раз в день, получить 800 валюты. Про ивент за накопление ничего не написано, но записано зато про экстра-локации. Ну, короче, игра что-то странное происходит, не всем понятное. Новый сезон Батл Пасса пойдет по 1 июня. Как всегда, весело и напряженно, можно будет получать ивентовые награды, все не так уж и плохо. Стоит он будет 10 баксов, но сейчас с оплатой есть некоторые сложности. Будем, что называется, посмотреть. Не с бесплатного Батл Пасса мы получим Ямаширу Мету, а с платной версии скин на Энтерпрайз. Насчет скина на Энтерпрайз, пока что твиттер официальный молчит. Надеюсь, к моменту монтажа видео все-таки информации станет побольше. До 7 апреля пройдет гача, где можно будет выбить авианосец Импера, с золотой, эсминец с золотой Помпео Магно. Правда, у нее будет шанс 0,5%, потому что ее можно будет выбить с ивентовой карты и купить в магазине. Фиолетовый тяжелый крейсер 3ST. И внезапно с какой-то стати засунули в Формидебл, который вообще не из этого ивента даже близко. Она, конечно, из итальянского ивента, с первого итальянского ивента, но точная вообще даже близко не отсюда. Новые скины на Помпео Магно, Империо, 3ST, Конго, Вакабо, Ошо, Арчерфиш. И можно будет взять в аренду на 2 дня, либо скин на Помпео Магно, либо на Империо, либо на 3ST. Лайв 2D-шних скинов в этот раз заявлено не было. Как всегда, с донатного магазина можно будет купить Limited Build Supplies, Strategic Supplies, Токен Паки и Когнитив Чип Паки. Произойдет рерана Дорма Манжу Хайт Скул и будет введен новый Дорм Манжу Хайт Скул 2. То есть в этот раз разработчики решили особо не париться насчет названия. В Core Datashop будет добавлена VH Armor Platting. Это золотая пластина, которая меняет тип брони со средней на тяжелой. Ну и там свои плюшки дает, много хп, например. Короче говоря, вещь прикольная. Люди часто ее бывают используют, в том числе и на больших крейсерах ее можно ставить. То есть получается у вас будет корабль в сопровождении с тяжелой броней, стоящей спереди. Интересненько. В плане системных оптимизаций будет добавлена кнопка Купить все для фурнитурного магазина. Что бы то ни значило. Новые корабли и новые скины сразу выйдут с озвучками. Будет обновление джестограмма. Активности, которые были связаны с рераном ивента на Eskimo, подходят к концу. Касательно планов через патч, у нас получается будет реран какого-то... Пока еще неизвестно какого ивента, хотя тайные сливатели говорят, что возможно это будет британский ивент с Персеусом. Но пока это не точно. Будет добавлен Ashen Simulacrum в военный архив и новый секретарский квест. Но это информация именно с японского патч-ноута, так что вот эти планы на будущее. Поэтому у нас, фиг его знает, какие-то изменения на местах могут быть. Отдельно хотелось бы поговорить насчет вот этого вот ивента, которого очень странно подали в таком непонятном виде. Ферми Дейбл впихнули в вентевую гачу. Мне кажется, это способ разработчиков как-то оживить вот эту тему с реранами, возвращением кораблей и прочим, прочим, прочим. Потому что некоторые корабли мы ждем слишком долго. И разработчики решили, получается, как не думается, самые ожидаемые корабли со старых ивентов впихивать в баннеры к новым. Это формально меньше им работы. Это прикольно, это удобно. А во-вторых, получается, график ожидания кораблей сильно снижается. Нам не нужно некоторые корабли ждать по полтора-два года. Что вообще-то неплохая идея. То есть, что называется, преступление без жертв. Все выигрыши. Но, тем не менее, также это говорит о том, что разработчики решили в меньшей степени упарываться. Да, меньше работать. Получается, оптимизация производства или как там это еще называется. Интересно, к чему это привезет. Но пока я, наверное, все-таки в большей степени оцениваю данные перспективы положительные. Из необычного в данном моменте наша барышня, вот эта вот импера, она будет, получается, нечесанной. Первый нечесанный персонаж в игре, как я понял. Ну, как бы то ни было, сегодня стрима в 12 не будет. Потому что я буду делать обзор датамайна новых кораблей. Но, в свою очередь, в 6 вечера, как только техработы закончатся, я надеюсь, мы проведем прям в 6 вечера, 24 марта, стрим по, получается, Азурлайну. Вкатимся, посмотрим, что там такого нового прикольного нам завезли. А в 8 у нас пройдет первый взгляд. Я пока еще не решил на что, но, надеюсь, решу. Благо, новинок в марте повыходило гигантское количество, и накатить точно стоит что-нибудь. Так что всего хорошего, удачи, до скорых встреч, пока-пока, и удачи в гаче.